До 5 марта по всей России объявлен карантин, закрыты офисы, организации, школы, детсады и мы не стали исключением. И рассказываем о последних новостях из Думы. Моя коллега Патимат Ханапова решила провести карантин в горах, где воздух чище и обстановка поспокойнее. Патимат, скажите, пожалуйста, много ли таких, кто последовал вашему примеру? Здравствуйте, Зухра, добрый день телезрители. И свой карантин я провожу здесь, среди гор и лесов. Среди этой красоты, думаю, никому не секрет, что горный Дагестан славится чистым воздухом и живописными пейзажами. Селение Лакахевского района не исключение. И хочется сказать, что паники тут поддаешься меньше всего. Отличное место для изоляции. Я вот сегодня специально вышла, прогулялась по улицам, поговорила с местными жителями, чтобы узнать, много ли людей переехали в села из-за угрозы коронавируса. Во время беседы дистанцию соблюдала, что очень важно. Могу сказать, что поток пока незначительный. Приехали в основном студенты, которые в целях безопасности были переведены на дистанционное обучение. Давайте послушаем, что они говорят. Если честно, я чувствую себя защищенной больше здесь. Почему? Я не знаю, может быть, потому что здесь мои родители, здесь моя семья. Тут больше защищена на самом деле, потому что контакта с людьми в Махачкале больше, а здесь явно меньше. В селе у меня есть все, что необходимо для учебы. То есть мое местоположение на мой учебник никак не влияет. Мы выполняем задания, отправляем, выходим на связь. Все в обычном режиме, только дома. Повторюсь, село это, конечно же, удачное место для того, чтобы спрятаться от вируса. Но только если ты уверен, что не являешься носителем COVID-19. В современном мире я так считаю, что вопрос скорости – это условное значение. В сельской местности, как правило, у нас сейчас работы нету. Многие люди ездят на заработки, зарабатывают кто как может. Народ постоянно в движении. Поэтому я считаю, что сказать, что я живу на селе и сюда она не доберется, это на сегодняшний день. Я считаю, что это просто. Эксперты отмечают, что массовые переезды дагестанцев из городов в село могут привести необратимым процессом. Тем более, что в аулах Дагестана проживает большое количество пожилых людей, а они, как известно, находятся в зоне риска и тяжело переносят болезни. Все же, если вы планируете переезжать, то отнеситесь к поездке ответственно. Перед выездом соблюдайте двухнедельную самоизоляцию. А уже после, если нет никаких симптомов, пакуйте чемоданы. И думаю, эти горы и леса будут вам только рады. Во время карантина вселения скучать не приходится. Есть много работы, огород, куры, хозяйства. Так что есть чем заняться. Ах да, и по приезду сидите, пожалуйста, дома и ограничивайте контакты.